Редкие фотографии, планы боевых действий, донесения разведки. В общей сложности 400 документов представили в зале федеральных архивов на выставке Великая Отечественная война 22 июня 1941-19 ноября 1942-го. В истории нашей страны было две Великой Отечественной войны. Была Отечественная война 1812 года и была Великая Отечественная война 1941-1945 годов. И вот если проводить эти исторические аналогии, вы увидите, что в обеих войнах вся Европа, фактически вся Европа осуществляла нашествие на Россию с целью уничтожить российскую государственность и сломить нашу страну. Новая выставка посвящена первому наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной. От вторжения вермахта 22 июня 1941-го до начала советского контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942-го, которое положило начало к коренному перелому в ходе войны. За первые восемь часов Великой Отечественной войны немцы уничтожили 1200 советских самолетов, из которых 900 были уничтожены на взлетной полосе, они даже не сумели подняться в воздух. Вот масштабы того удара, который даже в первые часы войны пришелся на нашу страну и который нас преследовал все вот эти первые месяцы, страшные месяцы войны, прежде чем произошел переворот. Многие документы представлены широкой публике впервые. Здесь и военные карты с пометками Сталина, или рукописный текст обращения народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова о начале войны. Есть и материалы, указывающие, что война началась не в 4 часа утра, как было принято считать, а в 3 часа 15 минут, то есть на 45 минут раньше. У нас на выставках обычно военных все-таки тематический подход к созданию, где-то у нас про мобилизацию военных, где-то у нас про организацию работ заводов, а здесь у нас идет все по хронологии. И ты, когда смотришь эти документы, тебе поражает, что насколько одновременно шла колоссальная работа в разных направлениях. То и касается работы заводов, когда Сталин говорил о том, что вы должны 5 штук в день танков делать, другие говорят, да мы не можем, потому что вы у нас забираете тысячу рабочих от мобилизации, можно ли это отменить? И Сталин пишет розчерком, замените женщин. То есть есть документы, которые, вот один документ, и он раскрывает очень большую историю. Проект является продолжением цикла историко-документальных выставок, подготовленных Федеральным архивным агентством совместно с Российским историческим обществом. Ранее в Москве уже открывали выставки «Мюнхен-38» на пороге катастрофы и 1939 год, начало Второй мировой войны. Впереди был еще долгий путь к победе. И знаю, что Росархив Российско-историческое общество будет в этом всегда для Росархива надежным партнером, будет продолжать эти выставки, посвященные истории войны, правде о войне и настоящей документальной правде о нашем пути к победе. Дополняет выставку мемориальные экспонаты находки с мест сражений Великой Отечественной. Увидеть уникальные архивные документы любой желающий сможет до середины февраля 2023 года. Служба информации фонда «История Отечества». Росархив Российско-история 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 Продолжение следует...